едем смотреть французский квартал и триумфальную арку теперь и есть триумфальная арка на подобии парижа но я к сожалению спутал это стал подыматься от большой васильковской по улице канавальца эта улица канавальца надо было про улице джона маккейна американского сенатора и большого нашего друга ну вот на этом светофоре на право такое впечатление что я опять ошибся нет здесь же должно быть где-то здесь а да вон уже высотки это он впереди у нас будет оушен плаза видны экраны его огромные метро лебедская а вот новый квартал он тоже называется французском но возможно это французский квартал 2 потому что есть еще один французский в сторону ну и не заметит зато не ругаюсь а а а а а а а а да вот здесь за ясно точно еще стучат перфораторы отбойные молотки что-то заканчивают доделывают вот что они здесь сотворили а это б тут как да сейчас будет и flipping как когда вас как и Вот это и есть французский квартал. Что здесь напоминает Францию? Очень трудно сказать, я думаю ничего. Но что-то же должно напоминать Францию, поэтому есть триупальная арка. Улица Джона Маккейна. Когда-то это была улица Ивана Кудри, но Иван Кудри не пришелся ко двору. И она стала имени американского сенатора. Сейчас мы рассмотрим внимательно все эти композиции. Пока осмотримся, вон еще не достроено что-то. Вот сама. Боже. Небольшой город построен. Это должно напоминать об Эйфелевой башне. Сколько спичечных коробков сложено здесь вместе, ну, перечесть. А это уже какая-то новая улица. Предславинская, 55. Может, это вот эта улица Предславинская. Какое народонаселение? Привет. Запищал. Только я открыл рот, он запищал. На какое народонаселение рассчитаны все эти жилые кварталы? Ну, а сколько будет? Пять миллионов скоро. Вообще, да. Все оставшее, выжившее население страны соберется в Киев и будет тесно сжаться друг к другу, чтобы зимой не остывать, как овцы. Где-нибудь в горах. И так мы будем бытовать и выживать. Все вместе. Мы станем такая эра коллективизма нового. Уже частично заселен. Да. Вот это вот закончили приблизительно в этом году. Я так понимаю. Сейчас спрошу. Это, наверное, новоселы. Счастливо. Здравствуйте. Не подскажете, а когда закончили вот этот квартал, уже начали заселять? В этом году или... Наверное. Саша, не знаешь, в каком году закончили этот... Начали заселять? Ну, не так давно, да? Да, не так давно. Что-то я... Может, в прошлом. Ну, да. Все понятно. Это французский квартал, правильно? Только два, да? Да. Французский два. Потому что один вон там где-то, да? Да, да. Я сегодня по ошибке поехал туда. Спасибо. Спасибо. Французский квартал. Надо турецкий квартал и маленькую а-ля Софию построить с минеретами купе в мечети Константинопольской. Мне бы это понравилось. А мы идем смотреть Триумфальную арку. Накануне я, кстати, заглянул в интернет поинтересоваться историей Триумфальной арки. Ну, реально арки, конечно, не это. Я думал, она была построена еще при Ледовиках. Нет, оказалась при Наполеоне. Построена была на площади Звезды, которая нынче называется Площей Деголя. Высота ее огромная. 56 метров. И вообще она широкая. Здесь даже в 19-м году пролетел самолет. Ну, это известный случай. после разглашения перемирия еще в Первой мировой войне, когда Германия уже фактически была готова капитулировать. Французы провели парад. Ну, и авиаторы решили. Им приказали идти с Троем в общем строю. Как же так? Они возмутились. И группа заговорщиков решила выбрать среди них корабльца, который пролетит в створарке. Первый погиб на тренировках. И второй год фрой. Все-таки пролетел, но уже после парада. Потому что гибель товарища все-таки замедлила подготовку к полету. Натребовались серьезные репетиции для этого. Очень маленький зазор между крыльями и самой арки был. Метром по три, наверное, с обоих сторон. Вот это барельеф добровольцы 1792 года. Революционные. Первые революционные добровольцы. Это первые революционные войны Франции. Сверху богиня войны. Баликоза или как там называется. Лицо ее было на пряжке маршала Франции. А это вот наполеонцы собственной персоной. Весьма такое аллегорическое изображение. Много разной символики. Добровольцы 92-го года, по-моему, самая красивая. Самая красивая барельеф. Это что-то из древней истории франков. это война, это мир. А, вон там. по фризу эпизоды наполеоновских войн уже революционных и наполеоновских войн и чуть ниже тоже наполеоновские войны и сам наполеон наверное здесь присутствует вот это наверное битва при Арколе знамя взял на Аркольском мосту что-то в этом духе а вот это список всех маршалов маршалов франции до момента высадки наполеона во франции до момента знаменитых 100 дней кто же там считается другая страница истории подчеркнуты имена погибших в бою вот понятовский знаменитый французский маршал он был глава армии герцога варшавского погиб в компании в русской компании при форсировании немана утонул понятовский на обратном пути уши погиб не или не немана нет какой-то другой реки это уже была зима 12-го года 812-го года уже остатки армии спасались уже было после форсирования березины даже мне кажется забот вот так нам есть чем гордиться у нас есть триумфальная арка что интересно в девятнадцатом году после того как французские войска прошли торжественным маршем вознаменование окончания войны вот первой мировой и для празднования победы всем было понятно что Германия надломлена и она вскоре действительно безоговорочно калькулировала так вот по как бы просьбе или требованию публики здесь было захоронено тело неизвестного солдата французская публика так решила не знаю кто там организовал эту компанию вот в печати в прессе но огромная масса людей поддержала видимо видимо уже настолько измучились люди войной что не хотели никаких триумфальных маршей они хотели здесь чтобы была могила неизвестного солдата и никто больше не ходил по этой арке я так понимаю вот солдат был здесь похоронен неизвестный и здесь был установлен вечный огонь вообще его много столетий не было вечного огня в Европе это возобновление традиции Рима и Византии был такой культ Висталок и у них в храме горел вечный огонь и после падения Константинополя эта традиция прервалась и была восстановлена именно вот здесь в Триумфальной арке но к сожалению парады здесь все равно проходили и проходил Гитлер здесь через сколько-то лет в сороковом году но из уважения к обычаям вот в Твор арке войск они не проходили а входили арку стороной также потом у француза в сороковом в сороковом в сороковом году проходили вот входя створ кстати посещал президент Америки со своей женой я уже не помню как приватные персоны это до его президентства или уже после официальные как ее звали там супругу ее забыл Жаклин да Жаклин вот и когда его убили не помню в 62 что ли в 63 году Жаклин погребла тело мужа где-то там наверное в семейном склепе и в память об этом пребывании во Франции зажгла вечный огонь у него на могиле интересный тоже факт вообще в первой мировой войне потери были около 8 миллионов человек убитыми не пяти ну приблизительно такая цифра Франция потеряла что-то около трех миллионов да наверное убитыми это вот двух Наполеон кстати так и не увидел эту арку построенной когда он женился на Марии и Луизе он вез ее из Вены в Париж они проехали через макет деревянной арки не через саму арку достроить конечно таком элементальное произведение было невозможно быстро а такие вещи строятся десятки десятки лет уже в 30-х годах наверное была достроена за мной вообще наполеонская эпоха производит сильное воздействие на воображение она была очень интенсивной эпоха революционных войн империи брутальной величественной и просвещенной по-своему уже в 20-м веке войны превратятся в обычное месиво месобойню бутчери а ну в наполеонских войнах были еще серьезные такие проблески благородства хотя там тоже были мясорубки на полях сражений ну все-таки например пленных офицеров отпускали под честное слово что они не возьмут в руки оружие в текущей кампании и останутся вне армии это же вообще тяжело себе представить что кто-то так отпускал под честное слово офицеров из плен да такая вот история